Здравствуйте, я Артём Иванов, основатель и руководитель компании AVIMES. Моя команда строит лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. В конце августа Всемирная ассоциация AISA выдала премии лучшим аудио-видеоустройством в сфере видео и аудио 2023-2024. На русском YouTube уже вышло несколько роликов с обзорами номинаций в области стерео. Я же расскажу о победителях в области домашних кинотеатров в категории Home Theater Display & Video и Home Theater Audio. AISA — это крупнейшая международная ассоциация журналистов в области изображения и звука. Эксперты выбирают лучшие продукты в различных товарных группах открытым голосованием раз в год. Членов жюри много, и они из разных регионов, поэтому итоговый результат можно назвать достаточно объективным и репрезентативным. Некоторые победители еще не доехали до России, но у меня была возможность посмотреть на них в Европе, поэтому свое субъективное мнение о них выразить я смогу. Буду оценивать их с точки зрения российского рынка и российского ценообразования. Лучший проектор для домашнего кинотеатра — BenQ W4000i. Проектор, который с моей точки зрения стал технологическим прорывом для тайваньской компании, которая несколько лет экспериментировала со своими светодиодными источниками света. Знакомьтесь, BenQ W4000i — одночиповый DLB-проектор на основе новейшего DMD-чипа Texas Instruments размером 0,66 дюймов с новой версией технологии XPR, которая воспроизводит 4K-разрешение. Светят на этот чип 4 светодиода, которые выдают яркость 3200 ансилюмин и исключают какой-либо эффект радуги. В итоге получаем динамическую контрастность 2 миллиона к одному, 100% покрытие цветового пространства DCI-P3 и лучшее до 5000 долларов отображение HDR. И все это помещается в компактном корпусе с традиционной для BenQ короткой оптикой с RAW-ратио от 1.15 до 1.5. Это означает, что вы получите изображение большего размера, чем у любого конкурента для домашнего кинотеатра, считая китайцем. По характеристикам абсолютный топ. У меня не было возможности своими руками потрогать этот проектор, но в одном из шоу-румов я его увидел. Картинка напоминает барка среднего класса. И само это сравнение говорит о том, насколько малыш BenQ крутой. Ведь барка стоит в несколько раз дороже. Потрясающее для этого сегменты цветопередача и внимание к полутонам. Отличное отображение HDR-контента и черный цвет, сравнимый с начальными LKOS-проекторами. Я жду не дождусь, когда эти BenQ доедут до России. А они уже едут. Потому что проектора такого уровня с таким фокусным расстоянием до полутора миллионов рублей на рынке не было. А лучший проектор по соотношению цена-качество X-Jimmy Horizon Ultra. Об этой модели говорил в своем репортаже с выставки Info в Берлине. X-Jimmy изменили мир. Они первыми запустили индустрию производства комплектующих для бюджетных проекторов. И показали другим компаниям из Китая, как просто эти проекторы делать. Конкуренция рождает прогресс. Именно это привело проекционный мир к лазерным и светодиодным источникам света. К компактным корпусам. И к отсутствию воли при использовании проекторов. К огромному количеству удобств, которые позволяют пользоваться проектором любой домохозяйки. Новым витком прогресса X-Jimmy стала модель на основе гибридного источника света Horizon Ultra. Четыре светодиода и лазер позволяют получить световой поток в 2300 люмен ISO, что примерно соответствует 2900 RC люмен. Внутри стоит популярный DMZ чип размером 0,47 дюйма с технологией XPR, которая выдает разрешение 4К. Этому чипу значительно улучшили охлаждение и прокачали систему управления. Появилась и варифокальная оптика с динамической диафрагмой. Это едва ли не единственный китайский проектор, который не ухудшает изображение при подстройке под экран. Horizon Ultra поддержит все игровые функции. HDR форматы, Smart TV и прочие фишки тоже никуда не делись. В итоге получаем новый бюджетный хит. Достойный последователь Horizon Pro модели номер один на рынке Китая в течение пары последних лет. Я прыгал вокруг него часа три и очень впечатился прогрессом, которого добились в X-Jimmy. Радует то, что компания, которая вроде как обрушила рынок проекторов своей дешевизной, сейчас решила создавать новые технологии и двигать этот рынок вперед. И она не собирается дальше собирать свои проекторы, как конструкторы Лего из набора базовых компонентов, доступных на рынке. А еще они наконец-то выходят на российский рынок официально. Еще одна модель, которая точно заслуживает вашего внимания. Лучший портативный проектор X-Jimmy MoGo 2 Pro. Еще одна чудесная победа китайцев из-за Джимми, на этот раз в сегменте, с которого они когда-то начинали. В этой категории традиционно побеждает не качество изображения, а функционал. С одной стороны, странно видеть победителя этой категории без встроенного аккумулятора. Он не поместился в корпус. Зато реализовали питание через порт USB-C, что оставляет возможность использовать его на природе с каким-нибудь мощным пауэрбентом. С другой стороны, ничего близкого по функционалу в сочетании с приемлемым изображением действительно на рынке не видно. В активе у модели есть Full HD разрешение, яркость светодиодного источника света примерно 450 оси люмен, которая позволяет 120 дюймов засветить, и покрытие 90% цветового пространства DCI-P3. Все это не очень впечатляюще выглядит, согласитесь. Но нужно учитывать использование малюсенького DMD-чипа размером 0,23 дюйма с пиксель-шифтингом. Это, безусловно, достижение при такой компонентной базе. А премию он получил за функции, конечно. Тут есть и новая система автоподстройки изображения с цифровым зумом и автофокусом. И очень быстрый смарт-ТВ. И стереозвук. Классный компактный аппарат, который обыгрывает прямых конкурентов и по качеству изображения, и по удобству использования. Только не надо его дома использовать в кинотеатре. Лучший ультра-краткофокусный проектор. А его нет. Я удивился, но после настоящего бума новых моделей прошлого и позапрошлого годов, в этом году ничего радикально нового не выходило. Да, появилось множество новых китайцев высокого класса, вроде AWOL или 4Movie, но их практически нет в Европе, которая в основном выдает премии Айзер. А традиционные бренды в этом году взяли паузу. То же, поехали к самому интересному кинотеатральному аудио. Лучший дисковый проигрыватель Magnetar UDP800. Я напомню, в прошлом году премию получил новый бренд ReVon, который сделали на точно той же начинке, что легендарные проигрыватели Oppo, которым разве что прошивку для чтения новых форматов обновили. Принадлежит ReVon французской компании ArchiSoft, той же самой, которой принадлежит бренд Zapiti. Догадаетесь, кому принадлежит Magnetar? Правильно, все тем же французам, которые, похоже, решили монополизировать. Пусть маленький, но все же рыночек качественных дисковых плееров. Видео-часть осталась аналогичной ReVon UBR X110. Старый добрый Oppo UDP203, который обновили до чтения всех новых форматов, что из дисков, что из сети. Любой HDR, любой KRS, любое изощренное аудио вроде Super Audio CD или DVD Audio. С аудио-частью же серьезно поработали, чтобы дифференцировать аппарат от того самого ReVon. Два независимых ЦАПа Barbraun PCM1795, DAC вместо одного и внутреннее строение, где все сделали совершенно по-аудиофильски. Продают этот агрегат за 1600 евро. Дешевле, чем ReVon с одним таким же ЦАПом на оба канала. Получается, у французов теперь есть два ReVona, где основную ставку делают вроде как на видео, и два магнитара, в которой реверанс в сторону аудиофилов сделали. Panasonic все равно показывает лучше, но в России недоступен. А весь выводок с запяти и ревонов продается, так что ждем новинку с нетерпением. Лучший по сантошению цена-качество ресивер Onket XRZ50. Великолепный ресивер, запуск серии у которого спас компанию Onket. И купил концерн Premium Audio, потому что модельный ряд разработали великолепный, но в процессе немножко обогротились. Об этом уже вышло видео на моем канале, обязательно посмотрите, горжусь своими историческими опусами. Теперь у Onket достаточно ресурсов, чтобы взять реванш и показать, что они способны производить без экономии на мелочах. Победа RZ50 не вызывает у меня никаких вопросов. Дэден и Маранс, то бы они ни писали и в своих пресс-релизах, в прошедшем году он почти не поменялся. Yamaha тоже только-только вышла из дефицита и кризиса. Аналогов RZ50 в ценовой категории до 2000 евро просто нет. Усилитель имеет сертификацию THX Select. На этом канале есть видео про шиндики THX. Это означает, что аппарат соответствует жестким требованиям голливудских студий. Фактически это доказательство того, что перед нами по-настоящему мощный и честный усилитель. И управляет этим усилителем процессор с поддержкой лучшей системы калибровки на данный момент. Кстати, в отличие от большинства более дорогих аппаратов, здесь полная версия Dirac Live идет в комплекте. Ничего доплачивать, как в NED или Primara, не надо. Плюс есть поддержка всех современных стандартов. HDMI 2.1, HDR всех видов, Dogby Atmos с 11.1 декодированием и Multiroom платформы DTS Play 5, которая в этом году наконец-то избавилась от большинства своих глюков. Мы продаем эти версии с начала 2023 года, когда начались поставки в Россию по официальным каналам. Сейчас это единственный А-бренд, кроме Yamaha, который поставляется в нашу страну сертифицированным и с гарантией. И при этом он потрясающе звучит. Мы их поставили несколько десятков, с десяток настраивали сами и каждый раз были в восторге от того, на что он способен. Абсолютно заслуженная победа. Onkyo. Возвращением в большую игру. Лучший ресивер. Просто лучший. Primara SP-25. Еще один аппарат, с которым я хорошо знаком. Юра, ты его снимал. Его обзор есть на этом канале. В нем я назвал... Блин. В нем я назвал этот агрегат лучшим многоканальным усилителем для любителей музыки. В конце августа с моим вердиктом согласилось большинство журналистов в Европе. Хотя забавно, что они назвали его ресивером. Хотя классического тюнера в нем нет. Это настоящий зверюга, который построили на базе девяти усилительных модулей класса D от Hyper. Они выдают по 90 чистнейших ватт на канал в девятиканальном режиме, по 145 двухканальном и по 290 в режиме Beamping, который в нем проработали очень тщательно. Управляет этим хозяйством предусилитель, общение с которым точно не оставит вас равнодушным. Он потрясающе звучит, у него есть тот же самый восхитительный дирак и он совершенно не похож ни на что другое. Ну и плюс стриминговая платформа Prisma и пара аудиофильских ЦАПов на борту. Я не слышал ничего подобного среди многоканальных интегральных усилителей. Это действительно музыкальный продукт, который не уступает самым именитым соперникам в кино. Больше ничего не скажу, заходите в мой обзор и смотрите полностью. А нет, надо сказать, что его цена в России не отличается от цены в Европе. Так что это еще и выгодная покупка, если можно назвать такой вот железяку за много сотен тысяч рублей. Лучший ресивер премиум класса Denon AVCA1. О как, в прошлом году всего один ресивер классным назвали, а об этом сразу три. И это замечательно, потому что видно, насколько вперед шагнула индустрия после коронавируса. И премиальную премию, простите за кламур, забирает самый дорогой ресивер от компании, которая занимает более 50% мирового рынка AV-усилителей. Sound United. Да, Denon это Sound United. AVCA1 задумали как метрину достижений всего концерна, поэтому в нем есть абсолютно все, о чем вы только можете мечтать. Создатели продумали все детали. 9.4.6 предусилитель с полноценной поддержкой фронт-вайт-каналов. 15-канальный усилитель мощности. Самый мощный для AV-усилителя в мире. Блок питания в истории. Весом 11,5 кило. Отдельное питание для ЦАПов. Две системы калибровки, включая опционный дирак. Продолжать можно до вечера. Это самый функциональный аппарат, все в одном на рынке. Поспорить с ним могут только сепарейт с отдельного процессора и усилителя мощности. Мне он кажется немного скучноватым, потому что характер звучания у него все еще правильный. Да, Denon-овски скучный. Но по функционалу с ним не может поспорить ничего. Так что, да, эта премия Айза тоже заслужена. Лучший кинотеатральный усилитель мощности. Musical Finality M6X250.7. Привыкли уже за последние годы к тому, что лучший кинотеатральный мощник работает в классе D. И неожиданно премия достается супер-классическому, без всяких новомодных коммуникационных штучек, усилителю класса АБ. Да какому? 7 каналов раскачивают 2 независимых блока питания с суммарной мощностью 2,5 кВт. 250 Вт на 4 Ом и на 7. И мы видим, что это честная мощность, учитывая средний КПД этого класса усиления. Больше даже говорить ничего не буду, потому что я его не слышал и не видел. Да. Бренд с 2018 принадлежит Хайнзу Лихтенеггеру, знаменитому бизнесмену-аудиофилу, который возродил бренд Projet. Musical Finality с этого момента выпускает очень толковые усилители по адекватным ценам. Например, этот потрясный мощник продается в Европе за 3 с небольшим тысяч евро. С нетерпением жду и ищу возможность его послушать. Лучший комплект акустики Kev R1 с мета-акустики, которая покорила меня с первого звука. Он тоже есть на этом канале. Акустика вне сновых рамок. Слушая ее, невозможно сказать, сколько она стоит. Колонки с потрясающим дизайном и маническим звучанием. Характером предельно детальным и нейтральным, и при этом возбуждающим интерес к музыке. Акустика абсолютно универсальна, подходит для любых жанров. Она справляется и с камерным джазом, и с сумасшедшими блокбастерами. И все это с потрясающим дизайном и вниманием к мелочам. Больше говорить опять же ничего не буду. Люблю эту акустику безумно и жду и не дождусь, когда снова смогу ее послушать при установке или у себя в офисе. Ах да, надо сказать, что Kev еще одна компания после Primare, которая цены по всему миру старается на одном уровне держать, несмотря на стоимость логистики и таможенные особенности. Так что она еще и, да, выгодная для покупки в России. Еще один товар за 700 тысяч выгодный. Лучший сабвуфер года. Perliston D212. Второй год подряд этот новый бренд забирает премию за лучший сабвуфер. Посторонитесь, мастандонты от SVS, Velodyne и Real. У этой горы объявился новый царь. Напомню, что бренд Perliston появился в коронавирус благодаря тому, что нескольким хорошо знакомым друг с другом инженерам в области аудио с разных концов света нечем был заняться. Они решили создать акустику, которая станет абсолютным референсом по точности и даст потребителям такой опыт, который больше получить негде. D212 новая гигантская машина для убийства с усилителем номиналом 3 киловатта, Карл, в сабвуфере и мощнейшем, кстати, ДСП последнего поколения. И сделана она по принципу пуш-пул. Этот Perliston от 15 Гц при минус 16 белых, ну давайте, способен, представляете? Моему любимому бренду MKSound придется подвинуться на сабвуферном Олимпе, потому что этот товарищ перенял их схему и заиграл на совершенно новом уровне. При этом Perliston можно считать одним из самых быстрых и точных, а не только масштабных и громких сабвуферов. Ну и сертификация THX Domino с естественным бонусом. Perliston продается в России и его можно приобрести вполне официально. Сногсшибательный агрегат, который я услышал в старейшем римском салоне по продаже аудиооборудования на цокольном этаже. Когда эта игрушка работала, мне казалось, что сейчас старые перекрытия треснут. Вау, вау, реально торжество современного инжиниринга во всей своей красе. Ну и быстро по саундбарам пробежимся. Благо, победители в этом году не десяток, а все и четыре. Мощность одного сабвуфера больше, чем суммарная мощность всех них. Лучшая система на основе саундбара Yamaha TrueX Series. Я увидел этот проект на выставке IFO в Берлине и был в абсолютном восторге. Yamaha, между прочим, весь класс саундбаров придумала, но свои по-настоящему классные модели не меняла с 2018 года. Новинки только в бюджетном сегменте появлялись. Так что для меня TrueX это они сплошные НАКОНЕЦ-ТО! Во-первых, НАКОНЕЦ-ТО! Yamaha выпустила саундбар с беспроводными тыловыми колонками. Уважаемые покупатели, которые думают, что получат объемный звук из панели под телевизором, как на рекламных проспектах нарисовано. Это так не работает. Yamaha с этим согласилась и добавила, наконец, беспроводные тыловые колонки, которые подключаются по Bluetooth. Во-вторых, НАКОНЕЦ-ТО! Yamaha выпустила саундбар, который классно играет музыку. Не на уровне Samsung Q990, а на уровне недорогой активной стереоакустики. В-третьих, НАКОНЕЦ-ТО! Yamaha выпустила новый саундбар с мультирум-платформой MusicCast, а значит с AirPlay, стримингом и всеми современными плюшками. В-четвертых, тыловые колоночки по-настоящему классные. Их можно отсоединить и взять с собой как Bluetooth колонки на природу. Шик, блеск, красота. Достаточно, наконец-то? Давайте на бис. Наконец-то! Yamaha! Лучший саундбар. Просто саундбар. Lovie Clank Bar 3. Еще один продукт с выставки IFA. И еще одна штуковина, которая цепляет с первого включения. На стенде Lovie всем посетителям говорили. Не стесняйтесь. Просто подключайтесь со своего телефона и послушайте, как оно играет. Без дополнительного сабвуфера и без тыла. Играет-то круто. Однозначно переигрывает моего фаворита прошлого года этого формата BMW Panorama 3. Плюс, в отличие от Panorama, к нему все-таки можно и тыл, и сабвуфер внешним подключить. На всякий случай поясню. Это не лучший саундбар на свете. Он лучший, если нужно повесить одну единственную панель. Без каких-либо дополнительных устройств. Только одну штуку под телевизор. Конечно, Sonos Arc с сабвуфером от него камня на камне не оставит. Но без сабвуфера, обратите внимание на Lovie. Плюс интеграция с DTS PlayFi платформой, о которой я уже говорил в разделе про Onki. Лучший премиум саундбар Bank & Olufsen Bell Sound Theater. Очень функциональный продукт, о котором не хочу говорить принципиально. Бэнк ушел из России, громко хлопнув дверью. Отключил приложение, отключил все сервисы, отключил половину функций. Играет хорошо, стоит дорого, выглядит красиво. Премиум победитель. За 7000 евро можно очень хорошую систему собрать. Лучший бюджетный саундбар JBL Bar 300. Еще один, наконец-то. Наконец-то JBL обновил свой модельный ряд, который рядовому обывателю казался хипко инновационным со всеми этими отстегивающимися беспроводными колоночками. А на самом деле играл он на уровне 2018 года. Самый недорогой продукт из новой линейки радует больше всех. То потому что легендарная компания пошла на унификацию комплектующих в моделях разных ценовых сегментов. В результате имеем бюджетный саундбар, который играет на уровне среднего класса. О том, что саундбар высокого класса играет не очень, лучше упоминать не будем. Тут есть 6 динамиков, декодирование Dolby Atmos, расширение стереобазы MultiBeam и встроенный Wi-Fi, который дает AirPlay и Chromecast. Выглядит совсем не на 400 евро. Не люблю JBL после продажи Harman в лапы Samsung, потому что корейцы откровенно высасывали все лучшее из американской легенды. Но этот саундбар получился по-настоящему достойным. Главное, товарищи, остерегайтесь подделок. JBL сейчас самый подделываемый бренд. Все номинации обозрел. Напоминаю, что все, что я говорил, является моим субъективным мнением, которое совершенно не обязательно должно совпадать с вашим. Именно вам должна нравиться ваша система, не мне. И главной особенностью нашей компании является создание системы не под наши представления прекрасным, а под ваши желания, ваши потребности и приоритеты. Пишите в комментариях, согласны ли вы с тем, каким моделям присудили премии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там теперь регулярно появляется эксклюзивный контент. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok